ВКонтакте 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 Значит, переходим к самой презентации. Вот эти аккаунты, если кто-то захочет стать подписчиком, они здесь есть. Так, структура этой презентации и, скорее всего, демонстрация. Это не презентация, это часть, ну, как демонстрация такая. Во-первых, немножко теории все-таки, что такое соцсети и какие из них самые важные для нас. Как их использовать, то есть полезные советы, то, что называется tips and tricks, как лучше работать в соцсетях с точки зрения, конечно, продвижения журналов, а не вообще. И, в какой-то мере, это будет также тренинг и демонстрация в реальном времени. Вообще, что такое маркетинг журналов, если начнем с этого, или продвижение журнала? Он происходит на нескольких уровнях. Мы не будем ими заниматься, мы будем говорить только о соцсетях. Но как вступление. У меня была в апреле и еще до того презентация здесь в Москве насчет продвижения журналов, как подход к продвижению. Значит, журнал может продвигаться, то есть будет промотирован на многих разных уровнях. Начиная с уровня издательства, то есть собственник или издатель журнала. Потом на уровне самого журнала, бранда журнала, как бранд, как наименование, как логу. На уровне отдельных статей. Ну, продвигая отдельную статью, вы продвигаете и ваш журнал, конечно. Ну, то, что интересно, и то, что не каждый может сделать, даже если хочет, это продвижение журнала на уровне отдельных элементов статьи. То есть посылать отдельные фигуры, то есть распространять не только статью, но распространять части статьи по разным способам, благодаря основному XML, которые сами по себе ведут обратно к статье и от статьи к журналу. Как пользование, как даунлоуд, как то, что на самом деле журнал вообще предназначен для распространения научной информации. И очень важно, конечно, в этом деле всегда иметь какие-то индикаторы роста, чтобы прослеживать результат и эффективность вашей стратегии продвижения журналов. У нас есть такое руководство, которое мы предоставляем журналам, которые работают с нами, и в этом руководстве все это описывается. Предоставляем также консалтинг, индивидуальное обучение у нас в Софии или где-то на месте. То есть много уже коллег из России прошли через наш офис, и мы очень хорошо как-то тоже многому чему научились от них. Надеюсь, они от нас тоже. Так, почему вообще для журнала нужны соцсети? Если начнем с глобальной картины, если вообще население Земли около 700-700 миллиардов людей, то большинство из них уже пользуются интернетом. А если говорим о соцсетях, это 3,5 миллиардов пользуются соцсетями, и чуть меньше соцсетями на мобильных, на смартфонах. Ну, сами понимаем, что это, конечно, огромная совершенно аудитория, и если журнал недоучитывает просто важность соцсетей, то это очень-очень большая ошибка, очень большой промах. Если посмотрим на сами соцсети, это видно, что Facebook, конечно, лидирует, но во временах последних нескольких годов это, конечно, сильно меняется по годам, но Facebook бесспорный чемпион и YouTube. Twitter находится где-то вот там, около 335 миллионов потребителей, но несмотря на это, Twitter для журналов очень-очень важный. Мы не будем заниматься, конечно, всеми соцсетями. У нас будет упор в основном на Twitter, на Facebook, и также я постараюсь поделиться с вами опытом вообще работы со всеми соцсетями, то есть такие хорошие практики, я бы так сказал, то есть опыт и хорошие практики, несмотря на то, в какой соцсети вы находитесь и продвигаете ваш журнал. Ну, самое главное для нас, в принципе, это Twitter, это Facebook, LinkedIn как профессиональная соцсеть, YouTube, конечно, Instagram, а из российских Telegram и ВКонтакте. Понятное дело, что они очень отличаются друг от друга по своим целям, по своим подписчикам, по аудитории, но принцип здесь каков? Чем больше, тем лучше, это безусловно. То есть быть ВКонтакте для профессионального журнала не означает, что журнал занимается распространением каких-то легковатых новостей, или типа такого, быть ВКонтакте означает иметь еще один способ продвижения и достижения для своих читателей, как пример. Но это самое главное, да. Так, еще такой очень существенный вопрос. Должны ли ученые выйти из своих кабинетов и пойти в публику, то есть объяснить народу, публике, общественности, чем они занимаются? Тут очень много было споров и в прошлом, то есть вроде бы это профессиональное дело, и нам незачем объяснять, что мы делаем, потому что все равно никто ничего не поймет и так далее. Ничего подобного. Тут были вопросы, были исследования, и по крайней мере в Америке 80% считают, что ученые должны заниматься участием в активных публичных дискуссиях. Это очень важно не столько для самих ученых, это важно для самой науки. Общественность должна знать, чем ученые занимаются, потому что она платит за их труд. Теперь цитирование, уже ближе к нам. Много, конечно, исследований, я просто привожу как пример буквально одно из них для орнитологии, это наука о птицах, и она показывает, что если altmetric, я потом покажу, что это altmetric score, если возрастает с 1 до 20, это примерно увеличивает цитирование почти на 100, даже больше, чем на 100%, от 2 до 5-6 цитирование на статью, если вы пользуетесь активно соцсетями. То есть мы лишь много раз убеждались на нашем собственном опыте, насколько это важно, но есть чисто такая стратегическая исследовательская, которая это демонстрирует очень-очень наглядно. Так, кроме того, в соцсети имеют и другие достоинства. Кстати, если будут вопросы, можете меня действительно перерывать, потому что я тоже немножко устаю. Можно просто это прерывать и делать дискуссию. Так что, кроме всего остального... А Менделей там и вы любили? Менделей, он... Не будем о нем сейчас говорить, но это в четвертой части, где индексы, как индекс, потому что это все-таки на грани между индексами соцсетей. Так, кроме всего остального, соцсети помогают ученым найти своих коллег, сотрудничество. Они помогают ученым представить свой труд обществу. Через соцсети они находят информацию, которая им нужна, очень легко и быстро. Через соцсети они делятся этой информацией с коллегами или с общественностью. То есть, на самом деле, соцсети это буквально все. Это настолько они уже за несколько лет, они настолько вставлены в наши жизни, что нельзя представить нашу нормальную жизнь, в том числе и издательскую деятельность, без соцсетей. Это я заявляю просто с большой убежденностью. Так, у каждой соцсети есть, конечно, свои особенности. Я не буду всех их читать. Эта презентация будет потом доступна. Ну, отмечу, что если посмотрим на Фейсбук, это, конечно, самая универсальная сеть, потому что она для всех. Все мы знаем, что такое Фейсбук. Там общаются и ученые, и дети, и люди, и организации, и коммерческие фирмы, и все. То есть, она очень универсальная для всего. То есть, зато и она самая успешная. Твиттер. Какая разница? Твиттер позволяет огромную быстроту. То есть, это там очень быстро происходит, поскольку она так просто технологически сделана. И, кроме того, требование длины сообщения до 280 символов не позволяет так слишком много распускаться и писать много. В Фейсбуке вы должны все-таки написать текст, посмотреть на него, найти хорошие картинки. В Твиттере вы можете сделать какое-нибудь сообщение большой важности потенциальной буквально в 3 минуты. Большая разница. Поэтому Твиттер – это самая такая эффективная сеть для споделивания всяких научных новостей. Инстаграм. У него, конечно, упор на картинки, на фотографии. Но это не означает, что он не используется хорошо для научных новостей, поскольку картинка – это очень важная вещь. Кроме того, можно ставить любые комментарии или объяснение картинке, к изображению. И Телеграм – это такая российская явление, российская сеть, которая действительно может достичь до неограниченной по численности аудитории. Она, как и, скажем, аналогично китайские или другие бразильские сети в больших государствах, она на языке государства, на русском языке, что помогает, конечно, достичь людей, которые обычно не общаются в англоязычном Твиттере. Так что, чем больше, тем лучше. И у каждой соцсети есть своя специфика, своя отдельная публика. Теперь, Фейсбук. Ну, все мы знаем, я даже не буду слишком распускаться по этому поводу, но понятно, что это очень большой обхват, очень популярный и очень помогает продвижению любой информации, не только научной. А с точки зрения науки, с точки зрения научно-изнаторской деятельности, на самом деле это повторяет его основные особенности, но он позволяет действительно создать благодаря этим лайкам, благодаря этим последователям, то есть друзей в Фейсбуке, он позволяет создать сообщества, которые могут профилированной по степени профессиональности, скажем. Это может быть просто круг друзей. И в одном сообществе может быть фирма, журнал, читатели, авторы, рецензенты и вообще случайные люди. То есть в этом плане он, конечно, уникален. Твиттер, самое главное, это скорость, удобство. То есть сделать твит о какой-то статье можно чисто автоматическим путем даже, что совершенно не рекомендуется, но это можно, он это позволяет. Актуальность тоже очень важна. Буквально то, что появляется в мире, сразу появляется в твиттере. Все мы знаем, что Доналд Трамп, американский президент, сильно пользуется твиттером, и он уже объявляет свои политические намерения или решения через твиттер. И действительно мир узнает буквально на следующую секунду, что он думает о чем-то. Даже и в Фейсбуке такого быть не может. То есть твиттер это действительно огромная и важная скорость. И, конечно, проактивность, как и любая социальная сеть, это, конечно, активность, это взаимное общение. То есть нельзя, чтобы что-то публиковать и ждать, чтобы кто-то там нашел, прочел и восхитился вашим трудом. Это, конечно, должна быть активность, надо общение. То есть постоянно человек должен быть вовлечен в процессе. Для подхода для твиттера, для журналов я просто процитирую тоже одно такое исследование, которое установилось, что статьи журналов, которые в твиттере, присутствуют в твиттере, то есть они объектом, они являются объектом твитов, цитируются на 34% больше. Упоминание просто в твиттерах. Может быть, кто-то не специально об этой статье сделал специальный твит, но кто-то ее просто упомянул. Когда не автор или журнал, а другой человек, скажем, опускает какое-то сообщение в твиттере о статье, цитируемость даже больше. Потому что не сам себя рекомендуешь, а кто-то другой сказал, что это хорошая вещь. Вот такие интересные вещи. И каждые 10%, то есть увеличение числа подписчиков в твиттере на 10% соответствует росту цитируемости на 3-4%. То есть сами понимаем, что без твиттера журнал и издательская деятельность, на мой взгляд, выглядит довольно, как-то, не знаю, как сказать, как бы не подобрать такое слово. Академично. Да, слишком академично, да. Так что твиттер очень-очень важный. Как действовать в соцсети? Так, первый принцип. Всегда лучше с каким-то изображением, хорошим, красивым, чем без него. Люди, конечно, перегружены, все мы перегружены текстами. И уже народ предпочитает просто посмотреть на хорошую картинку и вместе с картинкой он, может быть, и прочтет там пару слов или выражений. То есть фотография действительно стоит тысячи слов. Это очень важно. В твиттере, в соцсетях, где угодно. То есть всегда с изображением каким-то. Теперь. Охват аудитории. Нельзя рассчитывать на соцсети, как на стенгазету. Вы поставили, там и достаточно. Нет. Должны постоянно с ними работать. Мы должны вовлекать аудиторию в нашу тематику. Отвечать на вопросы. Самим, скажем, выдвигать какие-то интересные вопросы по поводу какой-то статьи. Комментировать комментарии других. Нельзя, чтобы кто-то запустил твит о вашей статье в журнале, и чтобы вы не ответили на это, просто как будто этого не было. Такого нельзя допускать. Это может быть очень критическая вещь. Но вы должны, конечно, ответить лучше всего таким воспитанным образом. Так что вовлечение аудитории – это очень-очень важно. Второй фундаментальный принцип – это увеличивать охват аудитории, пользуясь хэштагом. Пример хэштага – это хэштаг нашей конференции, нашего семинара сегодня. Каждый, кто нажмёт на хэштаг, будет получать все сообщения, которые связаны с этой конференцией. Кроме того, есть хэштаги, которые более постоянные во времени. Скажем, хэштаг «Nuclear Energy». Это, конечно, огромная аудитория. Если поставить этот хэштаг в Твитте, факт, что, может быть, миллионы и миллионы людей увидят ваш Твиттер и узнают о вашей статье. Так что хэштаг – это чудо. Это просто невероятное изобретение, чтобы помогало достичь людей, которые вы никогда другим образом вообще не достигнете. И третий, такой основной принцип – это надо работать через инструменты, отметить и упомянуть. То есть, когда вы делаете Твитт, вы можете упомянуть тех людей или организаций, или других журналов, которые заинтересовались бы, наверное, о вашей статье или о вашем журнале. Они получают этот Твитт, если вы их упомянули, их аккаунт. Что они делают? Обычно они делают или лайк, им это нравится, или делают ретвитт. А лучше всего, если они делают ретвитт, пересылают Твитт вместе с комментарием каким-нибудь. И начинается. Потом кто-то им отвечает. Но это считается, что ваш Твитт переправляется совершенно другому кругу подписчиков, который вы вообще не знаете. Их могут быть миллионы. Я покажу это сейчас, через несколько минут. Так что принцип упомянуть или отметить очень-очень важен. Таким образом, минимальными усилиями вы делаете совершенно невероятное и невозможное продвижение, которое было невозможно в смысле несколько лет тому назад. Вот эти три основные инструмента работы. Они, конечно, такие же и в смысле, очень подобные и в Фейсбуке, и в других сетях. Это вообще смысл соцсетей. Но в Твиттере это видно очень-очень хорошо. Теперь, постинги. Никогда они не должны быть автоматическими. Вот статья в Research Results in Pharmacology. Там какой-то фенил, пиролидин, профил. Вот так название статьи. Есть инструменты, которые позволяют взять статью DOI и сделать автоматический твит, причем без вашего участия. Когда-то в начале нашей деятельности мы это делали и были очень счастливы. То есть без всяких усилий инструмент берет статью и запускает твит, автоматический твит. Вы сами себе представьте, если вы получите вот это название. Если вы какой-то очень такой заядлый химик, скажете, ой, как это интересно. А все остальные будут смотреть на это очень как-то странно. Но можно сделать по-другому. Поставить картинку сердца, для лечения которого назначены вот эти соединения достаточно сложные. То есть это фармакологическая статья. И сделать твит, который выяснил совершенно по-другому. New hope for a wide range of health rhythm disorders and arrhythmics. Обратите внимание, где хэштеги. Много народу наверняка следует за хэштег «Аритмия». У всех у нас «Аритмия». И он узнает об этой статье. У почти всех, ладно. Не дай бог, да. Бывает. Бывает, да. Так, кроме того, если вы... Там в верхней части это вообще предмет статьи. Это фармакология, там болезни сердца и так далее. А внизу, где она опубликована? Это уже издательская часть, так сказать. То, что она находится в open access. Хэштег «ОЕА». Фармакология. То есть в области издательской деятельности фармакологии. И, конечно, кардиология, кардио-твиттер. Это все хэштеги, за которыми очень много последователей. То есть они об этой статье хотя бы и узнают. Будут ли пользоваться и цитировать, это их дело. Но они узнают. Постинги должны быть персонифицированными. Скажем, статья, это не очень хорошо видно, но... В Russian Journal of Economics, кстати, можно, когда вы действительно делаете твиттер о статей, хотите как-то показать содержание, суть статьи, можно сделать скриншот абстракта статьи и поставить его в твиттере. Там несколько строчек для объяснений, а внизу весь абстракт, как изображение просто, не как текст. Таким образом, вот, например, что значит персонификация. Статья подносится не как название даже, А вот как вопрос, для или против открытого банкирования. Очень важная тема для всех, все мы с банками общаемся. Вот эта академическая статья, благодаря этому твиту, находит совершенно неожиданные пользователи. И если есть инструмент, который позволяет просмотреть и проверить, как она отражается потом, после распространения, и вы просто удивитесь, кто вообще этой статьей может заинтересоваться. Теперь, как это работает? Вот два отдельные примера. В этом случае это просто изображение, картинки, статья, экономика России, конечно, многим интересна, поэтому там такой хэштег. Можно уже ставить смайлики или мошки, чтобы как-то вызвать большего интереса. Хэштеги, я уже объяснял несколько раз, это обязательный. В данном случае это ecology, plan s, open access, здесь другие хэштеги, они должны, конечно, соответствовать тематике статьи. DOI, обязателен. Почему? Потому что эти тулы, которые прослеживают и цитирование, и упоминание статьи в соцсетях, они это делают на основе DOI. Они по-другому не могут. То есть вычислять там название статьи автора, чтобы это была та статья, а не другая, это невозможно. То есть DOI, идентификатор, который позволяет прослеживать судьбу вашей статьи, и в цитировании, и в упоминании в соцсетях. И, тоже очень важно, отмеченные аккаунты. Скажем, в Твиттере, когда есть картинка, плохо видно, к сожалению, но когда есть картинка, там есть такой вопрос, кто на этой картинке? И когда вы нажмете на эту кнопочку, тогда у вас появляется возможность добавить аккаунты других людей или организаций. То есть они не в тексте Твиттера, они сзади как-то, их не видно, но они это получают. И когда они это получают, они знают, что они должны что-то сделать, потому что это по ихней тематике. Что они делают? Обычно или делают рецвит, или делают какую-нибудь рекламу, или вас хвалят, или, может быть, вас критикуют, но для этого и соцсет, чтобы было общение, чтобы было дискуссия, чтобы было распространение, в крайней мере. Опять же, давайте посмотрим, что происходит в соцсетях. Ива Кастадин, это наш служитель, это наш руководитель отдела по продвижению журналов в соцсетях. Кстати, у нас занимаются три человека, только этим занимаются. Еще два человека занимаются индексированием. Об этом я буду говорить попозже. То есть, это деятельность не просто так. Это деятельность, которая требует инвестиций и усилий. Каждый день, буквально, мы занимаемся и нитвитами, и пресс-релизами, и ответами, и так далее. Вот это пример, наш хэштег. Это в основном, конечно, из нас. Из арфы. Вот нотификации. Research results. Ему что-то понравилось, что, скажем, мы там его упомянули. Вот мы упомянули еще и nuclear energy and technology. И они наверняка тоже что-то для нас делают, потому что они часть арфы. Science Open. У них огромное число последователей. Я буду говорить об этой базе в последней части. Они тоже прослеживают за нами. У них с нами сотрудничество в этом плане. То есть, мы распространяем их информацию, они распространяют нашу информацию. И так далее. То есть, уже происходит какая-то активность. Russian Journal of Economics. Что тут происходит? Арфа. We are proud with our portfolio. Окей. Вы видите, насколько... В скольких каналах на самом деле эта информация отражается. Они друг другу помогают. Помогают внешние каналы, которые к нам совершенно никакого отношения не имеют. В какой еще среде вы можете сделать такое продвижение? Никакой. Каждый может повесить статью или журнал в интернете. И журнал может быть выглядеть прекрасно. Ну и что? Кто его найдет? Кто об этом узнает? Только самые такие заядлые, конечно, последователи. То есть, чтобы достичь до аудиенции, это как на азиатском рынке. Все кричат. Но тот, который крикнет что-нибудь более интересное, и громче всех, у него есть шанс продать свой товар. Это такое очень утилитарное, конечно, сравнение, но на самом деле в интернете так оно и есть. Я понимаю, что это не цель науки, но на самом деле наука должна быть распространена. И это один из самых мощных способов. В твиттере есть такой собственный инструмент, называется аналитика, который позволяет проследить, что случается, скажем, в прошлый месяц с каким-то твитом. Сколько раз, сколько твитов было, скажем, от этого журнала, одного из наших журналов, это Journal of Kevinopter Research, сколько было твитов, сколько из них были переправлены куда-то, сколько было лайков и так далее. То есть это позволяет для каждого отдельного аккаунта в твиттере, что означает для каждого отдельного журнала, вы можете проследить, как он распространяется, то есть если у вас есть сотрудник, который этим занимается, или авторы, что они делают, чтобы помогать своему журналу. Это очень удобный и важный инструмент. Скажем пример такой статистики из примера Russian Journal of Economy в другом периоде, как это изменяется буквально, за такой же период 30-дневный. Потом, какой лучший твит, можно посмотреть в этом же твитте, какой из твитов самый лучший, то есть у кого больше лайков, там или пересылок, или ссылок. Какой лучший читатель, в данном случае у нас лучший читатель, господин Кудрин, у него более 8 тысяч последователей, и сами понимаете, если господин Кудрин, который является главным редактором журнала, если он сделает твит о какой-то статье, это достигает до 800 тысяч человек. Где это еще можно сделать? Каким другим образом? И не только он, иностранцы тоже. Суэн Вейт дал, у него 284 тысяч последователей. И так далее. Это просто к примеру. Через соцсети вы можете достичь до масс-медиа, для которых просто добраться невозможно совершенно. Как, например, ну смотрите, National Geographic, BBC или FISORG. У FISORG, кстати, огромное число последователей, это такой сайт для научных всяких новостей, очень эффективный. Иногда они просто, они ваши абонементы, то есть подписчики, они следят за вашими твитами или за вашими постингами, и они выбирают для себя то, что, скажем, вы не успели им послать или не подумали, или так далее. То есть они смотрят, и они выбирают то, что им надо. И вы без всяких усилий и без ни одной копейки, потраченной, попадаете на странице BBC. Ну где это еще может быть? Так, еще другой пример. Это примеры благодарных авторов. Вот, the press release for our news study has been phenomenal. Ну, пресс-релиз же журнал же делал. Вот этот автор благодарен журналу. Он благодарен, потому что он попал на Forbes, он попал в CNN, вот здесь, он попал в Gizmodo, и New Scientist отметила его статью. Он очень благодарен. Он не только вам благодарен, он скажет своим коллегам, вот этот журнал действительно занимается продвижением нашего труда. Это не только продвигает свой бренд-журнал или издатель, он продвигает мою статью. Это разные вещи. Или другой, который тоже очень благодарен, и упомянул лорда Фарбинтона, который, наверное, тоже сделал ретвит, и так далее. Или Крис Мартин. Это просто примеры авторов, а некоторые из них имеют огромное число последователей, они просто благодарны журналу и команде, то есть редакции журнала, что они стараются продвигать их собственный труд. И это очень-очень важный, важный способ продвижения самого журнала, рекламы. Другого типа достижения в средствах массовой информации. CNN поставил твит, это такая несложная возможность просто вставить сам твит через линк в своем сообщении на сайте. Вот твит из ЗУКИСа, лого ЗУКИСа, журнал был в CNN, причем они сделали без нашего участия в данном случае. Просто им понравилось, они поставили. Где такая реклама еще может быть? Бесплатно совершенно. И не только там, еще и другие, видите, средства Fox News и так далее. Это в National Geographic. Еще несколько примеров, в том числе и в России, в РИА Новости, по поводу действительно интересной находки в Туркмиристане. В National Geographic это я даже не вижу отсюда, Sky News. Вот Sky News, Sky News попросил автора после наших усилий, после продвижения, они его сами, без нашего участия совершенно, позвонили автору и попросили его для интервью. И это интервью было излучено в Sky News. И этот автор просто, он никогда не думал, что это ему в жизни вообще такое случится, показать Sky News свою работу. Так, интересный пример. Тут недавно в одном из наших журналов описано такая, это выглядит как блоха, но на самом деле это муха, флай, из Коста-Рика, я думаю, из тропической Америки, у которой такие мощные, в общем-то, бицепсы. И автор, который работает в Беркли, в Калифорнии, американец, окрестил ее в честь Шварценеггера. Все окей, ничего плохого. Что потом случилось? Какой-то другой журналист сразу это заметил и запустил, запустил такой пост, что такая муха вообще новая для науки, была кричена в честь Шварценеггера. Сам Шварценеггер вроде бы как бы счастливый от этой новости, да? Но он на это отреагировал. Ответил автору, и все это через Твиттер. Большая честь доктора Браун, что вы назвали, и что у меня сейчас, сейчас еще есть больше стимул, чтобы я наращивал свои бицепсы, и чтобы я занимался более активно этим делом. В смысле, он уже известный человек благодаря этой мухе, Шварценеггер. Потом, мы, конечно, это замечаем, мы выслеживаем моментально, мы тоже отреагировали и сказали, что мы увидели, мы очень довольны, что увидели Шварценеггера, насколько он счастлив, что в его честь вообще наименована эта муха. И даже была такая такая шутка, может быть, вы с автором уже вместе встречаетесь в фитнес-центре, и то сделаете вместе. Сам-то автор, которого я хорошо знаю, Браун, он, конечно, вообще не похож на Шварценеггера, но ладно, это не важно. Он такой слабенький. Потом автор ответил, мы с ним не встречаемся, но зато я уезжаю в Коста-Рику искать еще более таких крепких бухг, типа такого, да. То есть, вот такая идет переписка. Ну, в Бразилии, ладно, все равно куда, все равно куда. И мы, конечно, отвечаем, что это очень хорошо, это сайт-журнал, это BioDiversity Data Journal, то есть, это происходит в течение одного дня. Но вы сами понимаете, у Шварценеггера какие вообще, какое число последователей, и какая-то реклама бесплатная. Так, какие у нас индикаторы роста? Как мы все-таки это прослеживаем, эффективность нашей работы? Пример такой, отдельной, совершенно отдельной истории, но это российский ученый, который работает в Израиле, там описал какой-то совершеннажный в России, ну, в России в мире все это узнали, сделали там, пресс-релиз, не только там, National Geographic сделали, и так далее. То есть, это мы прослеживаем несколькими способами. Это Altmetrics. Что такое Altmetrics? Это Altmetrics прослеживает упоминания в соцсетях, в блогах. И вот делают такое число, такой scores, в смысле, это очень немало, 176, это прилично, очень быстро появились четыре цитации, Dimensions. Кроме того, там наверху видно число скачиваний посещений этой статьи как HTML, синее, оранжевое, это PDF, а коричневое, это XML. Чтобы еще раз... Да, это на любой статье можно посмотреть. Кстати, поскольку иногда спрашивают, почему все-таки ARFA не дешевле других платформ. Вот этот кружок Altmetrics стоит 600 евро в год на журнал. То есть, если мы не платим эти деньги, то этого кружка не будет, не будет с этой статистики и так далее. То есть, много очень сервисов есть, для которых просто надо платить. Об этом я расскажу попозже. В смысле, какие платные, какие бесплатные. Так, еще, еще мы прослеживаем там внизу для каждой отдельной статьи, можете посмотреть, сколько раз было скачивано, как это, ну, даунлоудс, да, сколько раз каждая отдельная фигура, каждая отдельная таблица, каждый отдельный файл с данными. То есть, это прослеживается на нескольких уровнях. И автор может посмотреть, насколько продвижение его статьи в этом журнале или на этой платформе эффективно. Вот, например, посещение сайта журнала Nuclear Energy я, конечно, специально выбрал для этой презентации российские журналы, разумеется. Это по кварталам. Это 2018 год, четвертый квартал, как это было. Почему это так? Потому что вот Антон, который здесь присутствует, он взялся за этим делом. То есть, он работает с нашими девушками, постоянно, они общаются, то есть, они меняются информацией, они друг другу помогают. Число последователей в Твиттере журнала и Фейсбуке наращивает, и вот и результат. Вот это нарастание посещения журнала, это не получается просто так, потому что журнал красивый и на арфе. Это, конечно, важно, но это недостаточно. Это работа, это постоянная работа и сотрудничество между редакцией и журналом. Вот другой журнал, Russian Journal, только мы это сделали по месяцам. Вот как наращивает посещаемость журнала, опять же, с 2018 года, когда он к нам переселился, и как он выглядит сейчас. Там тоже в редакции, вот Татьяна, которая сейчас делает фотографию и присутствует, может быть, она сделает сейчас твит, да, мы его посмотрим. Вот Татьяна занимается вот этой деятельностью очень активно. Опять же, не говорю с нашей помощью, это нехорошо, может быть, даже сказать, в постоянном общении и сотрудничестве. Вот цитирование, очень важный слайд, кстати, того же журнала, Russian Journal of Economics, немножко устаревшие данные, но все равно они показывают тенденцию. В ноябре 2018 года, это конец первого года, когда они перешли к нам. Потом в апреле 2019 года. В трех разных базах, чтобы была какая-то объективность. Видите, что в Дайменьшинс, которые отражают действительно не только там журналы, в скопусе, это отражают цитирование во всех источниках, в том числе и в такой серой литературе. Это такая самая база, которая самая полная по поводу цитирования. Почти два раза, согласно Дайменьшинсу, увеличились 25 и 40, это до того, по-моему, было. До того. Как база, в 17-м году, да, в 17-м году, вот Сергей мне помог, в 17-м году. Так, горячие новости, тоже на этот раз с журнала Nuclear Energy and Technology, они публиковали очень интересную статью международной, международной команды авторов, о какой-то специальной защите ядерных реакторов, которой, если бы она была, то не было бы Чернобыль, не было бы Фукушимой, да. И это, конечно, статья вызвала огромный интерес, мы не пропустили возможность сделать пресс-релиз, это буквально неделю тому назад случилось. Видите, что за день на Eureka Alert, это такой распространитель научных всяких новостей, вот внизу там видно за один день 4200, но это центральное место для научных новостей в мире, 4200 посещений за один день. Но для этого надо, конечно, написать это пресс-сообщение, хорошо его проверить, обсудить с профессионалами, проверить с нейтив-спикером, а не просто так запускать случайные вещи, и результат, конечно, не замедляется. Это отражено и на ARF на нашем блоге, еще и на Facebook-странице и ВКонтакте на русском языке я показывал, переведено и на русском языке, и так далее. То есть за этим, конечно, прячется постоянный и напряженный труд. Это уже в Твиттере и так далее. Это как пример просто. То, что случилось буквально за несколько дней до этой презентации. Да, это как отражается та же самая пресс-компания этой статьи, уже 48 упоминаний в Аутметрике. На самой статье это тоже видно, то есть авторы могут посмотреть на статье, что там случается. Тоже тут внизу видите и посещаемые статьи, достаточно высокие, высокие. По-моему, это все насчет соцсетей. То есть я предлагаю сделать какой-то не перерыв, а дискуссию, потому что следующая презентация это будет индексации. Да, Антон, пожалуйста. Выпускающий редактор журнала Нукет, который вот несколько раз там мелькал на слайдах. У меня было несколько добавлений, но каждый раз Любомир доделал их такие точечные. Поэтому я хотел сказать, вот в целом сама эта работа над соцсетями и продвижением, она важна в первую очередь для журналов, которые не молодые, которые не включены в скопы с Web of Science, потому что это, наверное, один из немногих способов нарастить себе либо репутацию, либо показать, как-то деанонимизировать. То есть показать, что вы живая команда, которая действительно работает над журналом, это очень хорошо видно на, допустим, Эльзивировских, у них тоже есть твиты, аккаунты в Твиттере у Эльзивировских журналов, но они как раз делают перепостинги автоматически. Они вообще не распространяются. И вот это ключевой момент, что если вы делаете какой-то материал, которым видно, была какая-то обработка, то есть на какой-то более понятный язык, и читатели, и авторы понимают, что за этим журналом стоят люди, а не какие-то механизмы, которые просто это все транслируют. Так что я полностью согласен, что вот эти продвижения по количеству читателей и так далее, они в большей степени связаны именно со соцсетями. И мы причем используем только Твиттер. Мы так до Фейсбука и не до... не сделали ни группы, ничего, делаем только в Твиттере, и нам это очень нравится. Если у вас есть какие-то вопросы по нашему журналу, то, конечно, можете меня тоже спрашивать. Ну, я бы расширил этот круг, я имею в виду, вообще в целом над журналом, над работой с системой ARF и соцсетями работаю только я. И это недостаточное количество людей точно. То есть мы сейчас думаем над тем, чтобы... Это ваша единственная работа? Нет. Ну, у меня, допустим, есть научная, она основная... пирант еще. Не надо на больную... Мы сейчас думаем над тем, что подключить к этой работе представителей, допустим, СМИ университетских, потому что, ну, скорее всего, это больше работа редакторская, то есть тут может быть нужен только один научный специалист, который может подтвердить, что вот этот текст, он, ну, не абсурдный, по крайней мере. И если есть возможность у организации иметь такого одного специалиста, я имею в виду редактора, для нескольких журналов, ведь обычно один издатель, это несколько журналов, как вот, допустим, у пенсофта, я так понимаю, три специалиста по СМИ работают сразу с низкими журналами. То есть, может быть, вот такая какая-то, то есть, один человек, который занимается низкими журналами, более выгодно, чем какой-то научный специалист, который у каждого журнала делает, выделяет время на СМИ. Ну, такой вопрос дискуссионный, конечно. Вот где сотрудничество, потому что они профессионалы, но они не могут понимать толк в каждой специальности, особенно в федеральной энергетике, то есть, мы всегда нуждаемся в общении с авторами или с редакцией, то есть, это на самом деле, вот пресс-релиз, мы же подготавливаем вместо с Антоном или с авторами, то есть, авторы, Антон и наши девушки, которые там писали, и проверяли, и согласовали, и так далее, то есть, это просто получается все в сотрудничестве. Один сам он не может сделать, и мы сами тоже не можем это сделать, поскольку мы даже не понимаем достаточно в этой конкретной специальности, даже по этой простой причине. И насчет автоматических постингов, это, я бы сказал, это даже сильно отрицательная практика уже. То есть, это не приносит ничего, кроме, как и спамы поимееву, то есть, приглашение на то же самое примерно. Ну, то есть, мы в Твиттере, конечно, делаем этот анонс, что вышел номер, но он тоже, то есть, воспринимается как нечто такое техническое, автоматическое. А вот эти пресс-релизы, они были всегда на статье. То есть, все равно у вас есть в номере, у нас большинство статей, они малоинтересны, как бы вы их не назвали, но есть статьи, которые являются либо обзорными, либо такими чуть менее техническими, их можно подать как общественно интересные. Вот две статьи, которые были, они связаны либо с образованием, либо с анализом аварий. То есть, там такие громкие названия, которые у всех на слуху, типа Чернобыля, Факушим и так далее. Сейчас, давайте я закончу. Информация в Твиттер о том, что статья вышла, и то так, ну мы немножко ее корректируем, о каждой. Но пресс-релизы, конечно, нет. Потому что это полноценный текст. Не копирование, а переосмысление уже редактора. Ну это просто, я не знаю, как можно это потянуть-то. Вы упомянули, что как раз недостаточно хорошо развитый журнал хорошо помогает. Вот тут есть такой журнал «Сей и онкологи», у него и под фактор было 200, да? Он первый список, я не видел у них вообще никаких социальных сетей, видимо, они и так. Так им не нужно, зачем просто? Да, конечно, конечно. Но зато им бы самое то, сделать свой блог под своим громким именем уже как-то... Не так хорошо. Конечно, конечно. Ну, говорить, что они могут без этого, мы это можем, нельзя. В смысле... Думать все равно и нужно? Нет, они могут, да. Но это пару журналов в мире, не так, ну не пару, конечно, но не таких много. А вот остальным журналам, и я не согласен с Антоном в одном только, что вначале журналу это очень нужно, а потом можно без него. Но это нужно постоянно журналу. Ну я не сказал, что... В смысле, поддерживать надо постоянно все это, то есть, да, вначале очень нужно, потому что без этого нельзя просто обосновать журнал. Я думаю, что в этом суть именно альтметрик, что они не привязаны к репутации, вы можете уже стартовать с высоких альтметрик, которые не связаны с цитируемостью. Конечно. И за счет них выходить на вот какую-то узнаваемость. То есть, никто тут не говорит о цитировании. Цитирование просто появляется как результат этой деятельности. Но они не обсуждают вот эти новости, потому что журнал высоко цитируемый. Они обсуждают эти новости, потому что это новости, интересно. Это большая разница. Но еще один момент, то что контентом в соцсетях не обязательно выступают статьи. То есть, допустим, как делаем? У нас есть источники, ну там был упоминался сайт, реддит, такое он, как это, такое сообщество, да-да-да, типа Пикабу в России, вот, где вы можете выбирать тему, допустим, ядерная энергетика, и там собираются все интересные статьи из всех изданий, в основном там, ну типа, того же Форбс или что-то типа этого. И вы просто их перепостите. То есть, вы как бы информируете людей о том, что такие статьи существуют, они даже не ваши. И все равно люди, ну, чаще, чем наши, потому что эти статьи, они уже менее технические, они и составлены редакторами и так далее. То есть, это просто информирование. Я показал, если автор увидит себя в масс-медиах, конечно, это каждому, почти что каждому человеку приятно, может быть, есть такие, которые будут раздражаться, но я таких не знаю. То есть, тогда автор благодарен журналу, благодарен дополнительным усилиям, которые журнал сделал, чтобы его собственный труд был представлен широкой публике и вообще-то был промотирован как-то. А правильно я понял, что... Да? Ну, новый автор, они слышат, коллег, что этот журнал делает уникальные вещи, скажем, для продвижения, и скажем, давайте мы тоже попробуем. Вот как обычно. Нет, просто, допустим, с новыми авторами, они заходят на сайт, допустим, вот на сайт, я думаю, на всех журналах на арфе есть там слева твиттер-лента. То есть, они, ну, как бы, академические журналы, их сайты, они обновляются, допустим, четыре раза в год. когда выходит номер. Тут сложно оценить какую-то активность, кроме вот именно регулярности выхода. А тут видно, что каждый день что-то выходит, то есть, видна работа постоянная, уже как критерий. вот, пожалуйста, Russian Journal of Economics, вот постоянно, тут меняется, вот только что запущен твиттер, видите, это постоянно есть какая-то активность там, и это отражается на сайте журнала. Это, конечно, помогает цитированию, но мы не говорим о крайних случаях, какие-то скандальные статьи, конечно, никто не цитирует, но зато все о ней говорят, скажем, всякие фрауты и прочие, да, и фальсификации, это понятное дело. Но это разные вещи, по-моему. Вот эта наука нуждается тоже в промоции, сама наука, сам труд ученого, вообще, как труд для общества нуждается в промоции и в обсуждении. Это много измерений этой деятельности. В конце концов, ни одним цитированием живет человек, правильно? Даже иногда просто устает человек от погони за этим цитированием. Если можно еще комментарий к этому вопросу, то есть, и, конечно, это не сама цель искать такие статьи, чтобы они расходились. Но если об этой статье говорит какое-то другое издание, то для читателей это как бы, то есть, другое издание верифицирует это издание, о нем уже сказали где-то. Я думаю, так это работает. Я в продолжении предыдущей дискуссии, то есть, вот, например, для того, чтобы аргументировать сотруднику журнала, аргументировать перед своим руководством, есть продвижение журнала в соцсетях, начать это продвижение, есть два препятствия. Первое, это вот как раз предрассудок некий, который есть в научной среде российской, что соцсети это вот что-то такое для общения, для личных, обмена личными сообщениями и прочих вещей, а наука, она отдельно. То есть, профессиональные люди не будут ничего обсуждать в соцсетях. Это первый момент. И второй момент, это, конечно, рабочие руки, которых всегда в научных учреждениях не хватает, а на это это отдельный труд, и это даже больше журналистский труд, получается, чем научный, связанный вот именно с научным журналом. Вот, это нужен отдельно выделенный человек, чтобы он ежедневно как раз поставлял эти новости. Вот это просто для обсуждения. Ну, понимаете, для одного журнала отдельного человека, конечно, на ставке не нужно. Я говорю, три человека, но они занимаются 50 журналами у нас. Другое дело, да. А вот отдельно, если журнал публикует, скажем, 20, 30 или 140 статей в год, вот сотрудник редакции, который любит это делать или хочет это делать, он может делать без всякого слишком большого напряжения. Ну, просто у нас сотрудники редакции, у них научная работа есть, и еще журнал тоже большой объем. Если это журнал «Скопус», это огромное количество статей, которые поступают и прочая работа. То есть это вот отдельный пункт, который еще добавится к этому. Но это останавливает. Я сейчас не лично я свое отношение уважаю. Да, да, да. Я так как раз очень приветствую и очень интересно это все было. Нет, это, конечно, есть трудность. Ну, вот два российских журнала, три даже, которые мы убедили, что это стоит делать. Архангельское журнало из Архангельского мы никак не можем убедить в этом, хотя там мои ближайшие друзья по моей специальности, просто у них другие заботы, и мы стали делать за ними, потому что видим, что он... И есть результат. А если там был человек, как в этих журналах есть, то результат был бы в два-три раза лучше. Вот такой пример, например. То есть нужно сотрудничество. А насчет того, что есть предубеждение к этим делам, да, есть, но они как-то, мне кажется, не из мира всего. Это какие-то устаревшие такие, которые все равно по чисто биологической причине уйдут. Дай Бог им, конечно, здоровья, просто в смысле на пенсию уйдут, имею в виду. У меня вопрос, вот все-таки я как представитель медицинского журнала, но у нас есть вопросы этики. Мы печатаем все-таки статьи для определенной аудитории. Как это будет вообще выглядеть вот в Твиттере, например, где аудитория может быть разная и не врачебная? Как они будут понимать это и насколько этично нам это представлять? Это кушествия гинекологии? Да. А кто с ней не связан? Нет, связаны все, но есть все-таки чисто специфические вещи. Ну, кейс-репорты мы, например, печатаем, понятно, что там без идентификации пациентов, но тем не менее. Для всех ли это важно? Каждый ли может это прочитать? И нужно ли это ему? Если он не специалист. Я понял вопрос. Во-первых, ваши этические правила для журнала, вы исследуете ими, когда вы публикуете статью. Если статья опубликована, это означает, что она уже проверена в этом плане. Это да. А кто? То есть будут ли какие-то ограничения? То есть каждый ли может пойти посмотреть? Ну, конечно, имена людей, пациентов не надо упомянуть. Нет, это понятно. Безусловно. Просто доступ будет у всех к этим статьям. Ну, в принципе, это открытая сеть, и не только вы, а любой человек может просто запустить в Твиттере, Фейсбук похвальное слово или критическое очень слово на вашу статью. Вы не можете ему запретить. Он должен, особенно медицинская тематика, она очень такая трепетущая, и вот каждый считает себя должным. Если, скажем, там какая-то статья очень подозрительная, он напишет, и журнал может опозориться на весь мир. Опозориться на весь мир. Так что вы не можете это, вы можете не запускать с вашей редакции. То есть мы не будем в Твиттере вообще, но это не означает, что ваш журнал не будет в Твиттере. Вы не можете это остановить. Это публичная информация. Ну просто какая мировая практика вот на этот счет? Ну, мировая практика на этот счет как раз в медицинской журнале очень популярна в Твиттере, потому что там как раз очень много случаев конфликтов интереса, прямого фрауда, прямые фальсификации, которые вызывают огромный общественный интерес. Огромный общественный интерес. А почему это так? Потому что там большие деньги. Да, здоровыми людьми, да, конечно. И поэтому медицинские журналы очень часто появляются. И они очень-очень осторожно относятся к этим этическим правилам, конфликтам интересам, к общению с фармакологическими фирмами. Тут надо действительно по очень тонкому льду просто приходится ходить. Это такая достаточно опасная вещь, мне кажется. Ну для наших жуков там просто мы действительно радуемся жизни, природе и так далее. Спасибо. Это не проблема. Но с другой стороны, с другой стороны, просто хочу добавить, вы же представляете, насколько тематика вашего журнала интересна любому человеку? Касается любого человека, потому что в конце концов это материнство, это кушерство, это очень-очень такая популярная тема. Так что у вас большая возможность на самом деле почему бы нет. Любомир, вопрос к вам. Вот вы рассказали про Twitter, про Facebook частично, а вот может быть есть какой-то опыт использования платных методов продвижения, например, контекстной рекламы в поисковиках. В Twitter есть спонсорированные. Да, и в Facebook же много всяких есть платных услуг. Насчет журналов, конечно, журналы и реклама это очень тоже тонкий лед, в общем-то. И надо ли вообще на журналах иметь рекламу, хотя это бывает, даже Плосс, у них много реклам. Но если оплачиваете рекламу, и люди увидят, что вы заплатили, чтобы эту статью рекламировать, ну, каждый, даже я бы подумал, тут что-то не то. То есть, неужели статья такая плохая, что за нее надо платить? Я же платю, но никому не скажу. Ну, это другое дело. Нет, мы никогда такими способами не пользуемся. Мы платим за стенды, то есть в Франкфурте, там на конференциях, это да, это другое дело. Мы платим за лого, но это корпоративное, так сказать, это реклама издателя или арфы, как сейчас. Но ни журналы, ни статьи. За это мы не платим и считаем, что это очень как-то контрпродуктивно. Оплачиваем рекламу.